Проба, именик завода-производителя и даже проверенные брендовые магазины. Не гарант качества золотых изделий. В этом на собственном опыте убедилась ульяновская семья. Через интернет заказали обручальные кольца. Заплатили, забрали, сыграли свадьбу. А через два месяца золото испортилось. Вот колечко, которое мое должно было быть. С бриллиантом стоимостью 80 тысяч. Вот кольцо мужа. Ну, чуть попроще, 54 тысячи. Хорошие скидки были, видите, здесь прям 50%. Мое такое. Ну, для нас это тоже было недешево. В магазине брак признали и предложили заменить кольца. Новые обошлись на пару тысяч дороже. Молодоженов это не остановило. Снова заплатили, забрали и уже через месяц поняли. Не все то золото, что блестит. Решили вернуть деньги, но в магазине сослались на закон. Ювелирные изделия возврату не подлежат. Возвращать деньги за некачественный товар отказались и Телье Абдуловне в магазине сотовой связи в подарок для дочери. Она приобрела внешний аккумулятор, но через три недели Повербанк перестал заряжаться. У них не было желания даже разговаривать сразу, что в течение двух недель вы должны были, значит, проверить. Но он не выработал себя, я не смогла проверить за две недели. И было такое ощущение, что тогда о чем мы с вами разговариваем, говорить больше не о чем. Ну, я, значит, ну, что нам сделать в дальнейшем? Есть гарантийный срок, что нам делать? Ну, и их ответ так был, что если хотите, то выбросите. Возврат, просрочки и бракованного товара, борьба с некачественными услугами. Репортер 73 приступает к ликвидации юридической неграмотности. Правовой ликбез в программе «Претензия-24» скоро в эфире нашего телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова